уйти из-под ног по брудера на канале переселенцы с байкала подскочила и не знаю куда бежать какую сторону лучше либо в брудеры либо инкубатором вот решила сходить все-таки речку идти из-под ног начали брудеры потому что мы туда снова уносить цыплят не выспалась конечно легла где-то на часа три-четыре он здесь жарко они все он рассосались поэтому тома и вам тут жарко ё-моё сейчас эту буду отключать так я правильно сделал что сюда пошла цыплятам тут было жарко в двух этих давайте девки выходите не выберите сами вчера тут было как бы холодно поэтому это включать кушать сразу полезно есть хотят сейчас я им еще на это насыплю немножко охладитесь сама-то не проснулась еще господи так мне все нужно бежать теперь инкубатор нормально будем сюда вот эту уже загружать кошки с табакей еще под ногами шаются но одной конечно не очень-то сподручно когда Андрей был удобнее конечно вдвоем но ничего вот чего тут у нас происходит вот там вот цыплятки свалился всего один сейчас будем их вытаскивать без стола конечно неудобно так что там снимают инкубатор инкубатор конечно не рекомендуется открывать часто но мне всего вчера пришлось чтобы здесь немножко места освободить в начале для них для последующих и это вот сюда они не падают вниз в том числе яйцом как мы помним лукится из яйца ядер вити светлечного вот от ядер вити светлечного надо ядер вити светлечного Голубое вывелось, вот видно, да, вывелось, это литбары. Голубое 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 вывелось. Голубое вывелось. Голубое вывелось, это литбары. Голубое вывелось, это литбары. Голубое вывелось, это литбары. Так, давай, давай. Прижал его. Голубое вывелось, это литбары. Голубое вывелось. Голубое вывелось. Голубое вывелось. Голубое вывелось. Голубое вывелось. Голубое вывелось. Вот сегодня до вечера, будет глупиться всё это дело. Что глупиться? Там ещё немножко бакбакарин есть. Сейчас дыхаю. Вторая моя хорошая, вывязай. Вывязайте, вывязайте. Ещё. Зайцы. Зайцы. Зайцы, куда ты там учишься в этом делах? Вот это надо. Одину нужно подбаривать сейчас. Чуть водится когляд. Чуть водится давай. Так. Два лифтника они стояли вверху, в этот раз почему-то случится. Сейчас я вам помогу, подождите. Сейчас я тебе тоже помогу, подожди. Сейчас, сейчас, вылезай. Выбирайся. Верхний почему-то позже лупится. До этого будет, наоборот, нижнее, а если он пилит быстрее. Так, что тут у нас получается, кто-то не может видеть. Давай, оп. Так, ну, вот эти, немножко с остатками, вот, если видно, должны быть чуть-чуть покушать. А они чуть-чуть макроватые, значит, что? Вон, было жарко, жарко, жарковато. Ну, побежали, побежали. Там температура вот такая нормальная. А я сейчас. Я, 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 я. И вот продолжается инкубация, сегодня 21 день. В общем, вот такое у нас раннее утро. Такие издержки производства. Я стал ловить себя на том, что я от этого пух летит. У меня горло начинается кашлем. Я вчера, когда брудерную делала, еще и это, помните, говорила, что через год планируем, но как знать, я это имела в виду, потому что я вчера зашла в брудерную, начала убираться. Ну ладно, хорошо там быть, согласно, да, была какая-то такая посторонняя, но в основном это было цеплячье и плюс там мышиные запахи. Я закашлялась до очень неприятных последствий. И сейчас вот тоже, когда я их выбирала, чувствую, у меня опять там першит. Потому что очень часто появляются у птицеводов аллергии вот на это все. И потом просто дальнейшее невозможно. А у меня склонность такая есть. Ну, надеюсь, все обойдется. Это просто, может быть, организм с непривычки от такого объема. Ну, пока все нормально. В принципе, ну, достаточно много я отгрузила, не знаю, сколько там покалечусь, но большая часть, конечно, лежит яйца. Сколько, наверное, одну треть, наверное, отгрузила я. Дай бог, чтобы все было. Вот все-таки надо было вытащить это яйцо неоплодное. Его там, правда, немного, оно бы погоды, конечно, не сделало, чтобы немножко вот эта вот территория в лотке освободилась и было им поудобнее вылазить. Потому что сегодня же, вот вы видели, там многие застряли. Ну, они, в принципе, я говорю, погода бы не сделала. Там было немного совсем. Даже все бы это и убрала, то у меня судьба освободилась. Кашель уже все сразу. Вот такие вот дела. Такое вот утро. Не спала, конечно, но это как бы обычная процедура. А раньше у нас стояли вот здесь вот, вот в этой стороне. Я не знаю, как мы это выдерживали. Почти до... Сейчас скажу. Ну, как мама не стала. И мы, в общем, туда в спальню перевели через месяц, по-моему. Через полмесяца. А здесь стояла такая деревянная кровать. Ну, с матрасами такая. У нее поддон не дощечками, как обычно бывает, а прям цельным таким этим полотном, хорошим таким... Хорошим, плотным таким полотном. И мы туда эти инкубаторы, они прям в аккурат стали. Два инкубатора больших. Места вообще на тот момент не было в прошлом году. Мы же начали в прошлом году в феврале. Вот. И поэтому... Ну, так же вот в феврале тоже. Ну, так же вот тоже в феврале. В общем, тогда мы заложили 29 февраля. А сейчас еще раньше. А теперь все как будто чешется, кажется. Мыться не пробовала. Пробовала. Вот. И они стояли здесь, а мы тут же спим. Другого. Не знаю. А, ну, некуда было, в принципе-то, что не знаю. Там Маша, там мама. И вот так вот подушкой закроешь ухо и спишь. А по-другому никак. Ну, ничего. Что? Жажда денег-то, жажда наживы-то она. Это вперед родилась. Терпели. Ну, а потом, естественно, их туда бру дурную уносили. Вот. И вот это вот от них пух-то летит пыль. Я раньше их отключала. Инкубаторы, когда вытаскивала. А сегодня вот не это. Ну, чтобы оттуда там вентиляторы. И чтобы оттуда вот так не летело. А сегодня что-то в торопяхно с просунок-то не отключило. Вот. И это... И оттуда на меня все летело. Я поэтому хватанул так хорошо вот до кашля. Ну, что. Все. Утро началось. Заботы начались ежедневные. Цеплячьи. Будем их растить. Либо продавать. Ну, что-то будем делать, да. Всем доброе утро и хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Спасибо.